Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Григорий Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель комиссии по экономическому развитию. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Прежде всего, для начала, для наших зрителей, несколько слов. Расскажите о своем округе, где он находится географически и что собой представляет, какова его специфика. Спасибо за вопрос. Я являюсь депутатом Екатеринбургской городской думы от Кировского района, 8-й избирательный округ. Несколько слов. В 8-м избирательном округе чуть более 60 тысяч жителей проживает. В совокупности всего в Кировском районе чуть более 300 тысяч населения. Вот если коротко, то так. Как сейчас ведете приемы граждан, приемы жителей, избирателей наверняка дистанционно? Да, к сожалению, сегодня в связи с коронавирусными ограничениями нет возможности встречаться в помещениях с населением, дабы не подвергать риску никого, и ни себя, и ни окружающих, как говорится. Поэтому проводим приемы либо через онлайн-связь. Никто же не отменял все мессенджеры, скайпы, зумы. Ну конечно, это все есть. Это век цифровизации, 21 век, никуда мы от этого не денемся. И это, надо сказать, помогает и дает отличную обратную связь от населения, от жителей. Что если раньше нужно было ездить на честном транспорте, приемную депутату, то сегодня можно сидя на диване... Сплошная экономия времени. Позвонить, спокойно поговорить по видеосвязи, никаких проблем нет. И я вам скажу, больше, даже больше запросов стало поступать. Точно так же оформляем запрос в письменном виде, нам присылают, и далее уже по инстанциям производим работу. Если не секрет, с чем, с какими вопросами обращаются к вам чаще всего? Да, Кировский район большой, но ведь он один, наверное, из самых продвинутых и современных. Это не какая-то отдаленная территория, при всем уважении. И к ним тоже. И да, и нет. Ведь дело в том, что и в Кировском районе есть отдаленная территория, и заплит шортаж Калиновка. То есть в этом смысле приходится работать со всеми, и даже больше с отдаленной территорией, потому что, к моему сожалению, там больше проблем. Это и социалка вся, это и инфраструктура. Ну то есть ничем она не отличается, кроме того, что объем обращений с той территории поступает кратно больше. Если взять, ну вот, скажем так, топ-3 из вопросов, которые сегодня острым образом граждане ставят на повестку, то это, наверное, рейтинг возглавляет, конечно же, ЖКХ. Ну коммуналка, традиционно, взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и так далее. Наверное, на втором месте это благоустройство, благоустройство придомовых территорий. Ну и, конечно, третье сегодня очень популярное обращение от граждан, это, конечно же, меры поддержки во время коронавирусных всевозможных ограничений. С этим люди сталкиваются, оказываем помощь консультационного характера, также пишем запросы по инстанциям, то есть в этом смысле работа как велась планова, так и ведется. Кстати, про помощь и поддержки. У каждого депутата есть определенная сумма денег, которой он может воспользоваться, из городского бюджета для того, чтобы решить конкретную проблему на веренной ему территории. По-моему, речь идет о миллионе рублей приблизительно. На что вы эту сумму потратили в этом году? Это действительно так. Очень коротко про седьмой созыв, текущий созыв городской думы. В первый год деньги мною были направлены на, опять же, по запросу граждан Кировского района в Основенский парк на установку мафов, так называемых малых архитектурных форм. Мы поставили там спортивные площадки, чуть-чуть отправили денег, насколько хватило на освещение Основенского парка, и получили обратный результат, обратную связь, что результат жителей удовлетворил. То есть это была востребованная мера. Во второй год мы отправили деньги в 24-ю школу, так вот как раз на отдаленную территорию, на Шортаж. Мы закупили оборудование для школьной столовой. В текущем году из-за пандемии мной было принято решение отправить эти деньги на поддержку системы здравоохранения, а непосредственно на приобретение коррект скорой медицинской помощи. Хорошо. Теперь я предлагаю поговорить непосредственно о работе комиссии. Еще раз я напомню, вы возглавляете комиссию по экономическому развитию. Вообще, что такое думская комиссия, какова механика ее работы, и как она взаимодействует с органами исполнительной власти, то есть с мэрией непосредственно? Хороший вопрос, отвечаю. Вы знаете, что не секрет, есть исполнительная власть, есть законодательная, судебная и так далее. В данном случае это представительный орган в структуре местного самоуправления. Вот у администрации есть глава, далее заместители по профилю их деятельности. Точно таким же образом выстроила свою работу городская дума. Например, моя комиссия, которую я возглавляю, комиссия по экономическому развитию, она работает непосредственно с заместителем по товарному рынку. А у него уже идут комитеты, отделы управления. Три профильных комитета, основных, с которыми мы работаем, это комитет по товарному рынку, комитет по промышленной политике и комитет по бытовому обслуживанию населения. Вот, собственно говоря, таким образом мы производим работу. Все нормативные акты, которые идут через комиссии, впоследствии подпадающие на заседание городской думы, мы отрабатываем с отраслевиком. Вот и вся недолгая. Ну, в общем, вот такая механика взаимодействия. Я знаю, что вы довольно много и объемно занимались проблемами нестационарной торговли в Екатеринбурге. Давайте с этим разберемся. Что у нас в городе с киосками происходит? Докладываю, Максим. Нашей комиссией было разработано положение. Это, наверное, самая такая большая и трудоемкая работа текущего года. Положение о как раз-таки нестационарных торговых объектах. Ну, если хотите, новые правила, старые игры, которые предприниматели должны принять. Так или иначе. Потому что у нас постановление правительства за номером 164. Не от регионального, не от регионального, которое внесло изменения. Например, если раньше предприниматель, находящийся в территориальной схеме, на определенное количество лет в нее попадал, потом ему нужно было переподтверждать местом своей дислокации в схеме, он отправлял заявку и так далее, то сегодня схема немножко другая. В соответствии со 164 становлением правительства, те предприниматели, которые уже имеют места в территориальной схеме, а это целый документ, который закрепляется комиссией административной по нестационарным торговым объектам, сегодня эти правила изменены. Три года те, кто сегодня уже включены в территориальную схему, имеют право работать и не выйдут из нее, а это чуть более 1350 объектов. После окончания трехлетнего периода, так называемых каникул, эти места будут объектом конкурсной документации, выйдут на аукционы, и предприниматели в абсолютно конкурентной среде будут уже бороться на аукционе за попадание в территориальную схему в соответствии с местом дислокации того или иного объекта. Первое. Второе. Сегодня мы ушли от взаимодействия между мэрией, как таковой, которая находится непосредственно в здании на площади 1905 года, и предпринимателями. Этот функционал ушел в районы. То есть теперь у нас семь субъектов в каждом районе города, как администрация района. Ну, по количеству района. Да, ну, скоро будет восьмой. Они занимаются следующим функционалом. Осуществляют торги, администрируют платежи за землю, раньше этим занимался земельный комитет, и непосредственно заключают договора. В этом тонкость. Я сейчас объясню. Если раньше это делал комитет по товарному рынку. Плюс в новом положении новые правила по архитектурным формам. Ведь мы все хотим, чтобы город Екатеринбург был красивым, чтобы не было на одном перекрестке киосков совершенно разных видов. Один в соответствии со всеми правилами и с НИПами, а другой, грубо говоря... Ну, есть такое замечательное слово, единообразие. Из того, что было. Вы за это выступаете. Да, конечно, да. Все эти процессы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Каждый горожанин имел возможность внести свои предложения, и потом уже обсудив и взвесив все за и против, принято было это решение. Но тонкость по поводу договоров, о которых я сказал, это перезаключение со старой редакции на новую. Сегодня, докладываю вам, чуть менее 90% за текущий год предприниматели перешли на договора с администрацией в районы. То есть реформа идет фактически. Динамика оставляет желать лучшего, ведь все-таки целый год уже прошел. В будущем работу эту однозначно продолжим, потому что реформа нестационарки в городу Екатеринбургу нужна гарантированно. Мы должны сделать центр города чистым, красивым и в должном архитектурном виде. Пандемия процесс не затормозит? Ну, условно, не до этого. Сейчас, наверное, это не приоритетная история. Ну, вы знаете, пандемия здесь, конечно, она играет всегда и против всех. Но в данном случае нестационарка выигрывает, так же, как и открытые ярмарки, например. Ведь мы помним все, когда началось... Это правда, это безопаснее. Конечно. Нет столпотворения, все на открытом воздухе. Когда началась пандемия, закрыты были торговые центры, бизнес-центры, отели. И, собственно говоря, людям за продавод... Вот тут-то киоски и вздохнули. Ну, конечно. Ярмарки, киоски. Кстати, про ярмарки хотел спросить. Совершенно очевидно, что это популярный формат. Люди их любят. Примером тому ярмарка на площади пятого года. Но возникает вопрос, почему их так мало и почему они так нерегулярно проходят? Законодательство не позволяет. Есть какие-то иные нюансы? Объясните, Григорий. На самом деле, я уже давно говорю в комиссии своей о том, что, мне кажется, это должен быть, по примеру Москвы, предмет МЧП, муниципально-частного партнерства. Он в текущем году, положение это утверждено городской думой. К моему удивлению, у города Екатеринбурга никогда не было положения по муниципально-частному партнерству. Казалось бы, такой третий город страны, мегаполис. Но этого не было. Сегодня оно есть. Может быть, это будет предмет концессии, где инвестор будет заходить и на весь город. Но для справедливости ради нужно отметить, что у города Екатеринбурга есть собственное МБУ, муниципально-бюджетное учреждение, которое специализируется как раз их профиль ярмарки и выставки. Но мы с вами видим, что, к сожалению, в городе Екатеринбурге только на 905-го года площади проводится ярмарка один раз в неделю. И то сейчас у нас там ледовый городок до февраля забыли. Конечно. А жителям той же отдаленной территории удобнее было ездить на ярмарку не в центр, а где-нибудь, например, возле места скопления людей и народная тропа в каждом районе. Ну, конечно. Мы на эту тему разговариваем, мы ведем очень жаркие дискуссии на эту тему. Но, как вы понимаете, как я сказал в начале передачи, что ветви разные. И непосредственно вот этот функционал, это все-таки функционал администрации города. Мы об этом говорим, мы ведем предпринимателей, которые готовы это делать, но администрация пока на это не решается и считает, что справляется своими силами. На мой взгляд, не справляется. Ну, посмотрим. Может быть, следующий год в этом смысле станет переломным. Спасибо большое. Ну, а мне остается напомнить, что с нами был депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев, председатель комиссии по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова